Важный день для учащихся родителей и педагогов. Сегодня стартует учебный год торжественной линейки с первыми звонками по всей стране в больших и малых городах, сельских школах. К занятиям приступят более миллиона детей, 115 тысяч сядут за парту впервые. В новом учебном году патриотическому и духовно-нравственному воспитанию особое внимание. В нынешних реалиях учеба это не только хорошие отметки, но и формирование мировоззрения молодых людей, которые преданы стране и любят родину. Все торжественные события теперь будут начинаться с государственного гимна. Планируется усиливать профориентацию в девятых и восьмых классах, чтобы школьники осознанно выбирали специальности в лицеях и колледжах. А вот о гаджетах на уроках придется забыть. Пользоваться смартфонами разрешат только в учебных целях. Есть изменения и в дресс-коде. Каждая школа может вводить свой отличительный элемент в одежде учеников и определит фирменный стиль. Будут новшества и для учителей. Они теперь обязаны подтверждать высокий статус профессии внешним видом и отлаженной коммуникацией с родителями. Торжества сегодня и в среднеспециальных заведениях, а также в вузах. К празднику подготовили новые объекты. Диалог поколений в прямом эфире. Александр Лукашенко сегодня выступает в роли педагога и проводит открытый урок из Дворца независимости. «Историческая память. Дорога в будущее». Так звучит тема урока, звонок на который прозвенел в 11 утра. Для слушателей в зале Дворца независимости – ребят из пяти ведущих региональных вузов, которые вышли на связь с Минском по видеосвязи. Более того, благодаря прямой трансляции к беседе присоединились в школах, колледжах, вузах по всей стране. Открытый урок начался с гимна. Затем Александр Лукашенко неожиданно привел цитату критическую. Якобы слушать наставление президента в начале учебного года – элемент тоталитаризма. Согласиться с таким утверждением точно не получится. Александр Лукашенко не понаслышке знаком с методикой преподавания. А сегодня явно решил провести урок максимально нестандартно. Заинтересовать и, возможно, даже удивить разношерстную аудиторию. Начал на злобу дня. Какой каравай можно собрать и откуда зерно в его составе? Принес на урок и наглядный материал. Компьютер. Есть и в гаджете, и белорусская. Это показывает, наши ученые, несмотря на санкции и давление, стараются принести пользу стране и активно движутся по технологической дороге в общее будущее. Для многих из вас это год прощания со школы. А кто-то делает первый шаг к выбранной профессии или стоит на пороге своей трудовой деятельности. В любом случае в вашей жизни наступает переломный и судьбоносный период. Очень важный период. Этот праздничный день тоже особенный и для вас, и для меня. Вы знаете, что я всегда нахожу время, чтобы по традиции в День знаний встретиться с педагогами, школьниками, студентами. Но впервые я сегодня никуда не поехал. Не так давно на встрече с пионерией здесь. Вы озвучили, на мой взгляд, очень интересное предложение привести первый открытый урок нового учебного года именно здесь, в Дворце независимости. Ну, может быть, пионерам взрослые посоветовали. Я это предложение принял, но урок так урок, но по всем правилам. Не забывайте, что в свое время я получил педагогическое образование и провел не один урок, начиная со школы. Напомню, что в таком статусе я выступал в Белорусском госуниверситете ровно 19 лет назад. И, кстати, многие темы, на которые мы тогда говорили со студентами, ровесниками ваших родителей, до сих пор актуальны. Так и тогда сегодня мир охвачен событиями, которые требуют своевременного разъяснения позиций государства. Позиции основаны на многовековом опыте разных поколений белорусов, на их историческом выборе, на подвигах наших предков, на примерах истинной любви к своей земле. Конечно, какой открытый урок без вопросов. Первыми пошли, что называется, к доске преподаватели-ученые. Зачем нужна историческая память? Спросил Александр Лукашенко. Обратился и к молодежи, что она может записать в актив страны и чем гордиться. Урок продолжается. Новые интересные детали в наших следующих выпусках. Материально-техническая база учреждений образования в стране всегда уделялось немало внимания. Сегодня в республике двери распахнули четыре новые школы. Там в торжественной обстановке прошли линейки. Новому микрорайону эта школа была нужна как воздух. Жилье здесь строится активно. Уже есть два детских сада, а вот школа приходилось ездить в другие районы. Теперь подарок 1 сентября. За парты сядут более тысячи школьников. Бассейн, актовый, спортивный и тренажерный залы. А еще артистическое и костюмерное. Оснащение самое современное. Таких школ у нас по стране достаточно много. И наша страна делает все для того, чтобы действительно для ребят, для учителей, для бедагогов были созданы вот такие замечательные условия. Потому что ребенок должен воспитываться в красоте. И это вот то, что сегодня делает государство для системы образования. Новые школы в стране будут строить и дальше, но только там, где это жизненно необходимо. А свободные средства будут направлены на повышение зарплат педагогам. Это часть государственной политики. Об этом не раз говорил президент. Это касается всей республики без исключения. На Василии сегодня и для учеников и учителей новой начальной школы Кобрина Более 300 ребят сядут за партой, а еще 50 детей отправляются в Ясли сад. Всего 400 детей в День знаний приняло новое современное учреждение. 14 из них будут обучаться в интегрированных классах. Открытие начальной школы номер 10 позволило решить проблему шаговой доступности учреждения образования и снизило перегруженность действующих в Кобрине школ. В честь открытия ребята получили подарки. Спортивные мячи и детские велосипеды от комитета госконтроля. Все своевременно. Строятся дома, не хватало школы. Школа построена, при том она построена с определенным запасом. И школы мы уже не строим, там типовые, которые мы строили 30 лет назад. Вы видите, что это ультрасовременная школа. Видно, что государство заботится о своем подрастающем поколении. Я уверен, что они отдадут нам в ответ намного больше, чем мы вложили. Живем мы здесь недалеко, буквально в новостройке. Через один дом. Все как сложилось. Построили школу сразу же с садом в одном месте. И нам вообще шикарно получилось. Очень близко. Дочка пошла во второй класс здесь, в этой школе. И как раз таки пойдет и меньшая дочка в сад. Очень радостно, что строятся вот такие у нас школы. Школу построили за полтора года. В ней есть современный бассейн, хореографический, танцевальный, музыкальный, учебный класс, группы продленного дня и даже оборудованная сцена. Комфортные условия созданы и для детей с ограниченными возможностями. Удобство оценили уже сегодня. Подарки для студентов вузов. Еще один новый корпус появился в Белгосуниверситете. Учебный дом по улице Долгобродская для экологов, филологов и экономистов. Большинство этажей занимают учебные аудитории, лаборатории, а еще компьютерные классы, актовый зал, библиотека и столовая. Новые синие красивые здания, но для учебы. Видимо, что там есть много аудитория, чтобы студенты смогут удобнее здесь учиться. У нас обучается более 4,5 тысячи студентов. Мы могли бы и раньше увеличить это количество, но, естественно, сдерживающим фактором выступало отсутствие условий обучения и достойного проживания. Последовательно мы решаем эти вопросы. Это очень хороший, позитивный шаг в направлении увеличения иностранных граждан, прежде всего из Китайской Народной Республики, не только в университете, но и в нашей стране. Государство – это наглядный пример. Оно уделяло, уделяет и будет уделять постоянное внимание совершенствованию не только образовательного, воспитательного процесса, но и, конечно же, совершенствованию материально-технической базы, чтобы была комфортная среда, безопасная среда для получения знаний. В БГУ модернизация на этом не заканчивается. Уже завершается реконструкция второй очереди главного корпуса, продолжается ремонт здания исторического факультета. Работы в поле в стране не останавливаются даже в празднике. По данным наутро, аграрии собрали более 8 миллионов 45 тысяч тонн зерна. Это зерновые и зернобобовые культуры без учета кукурузы. Самый весомый каравай в Минской области – 2 миллиона тонн. Более полутора на счету Гродненского региона. Свыше миллиона 400 тысяч тонн собрали в Брестской области. По миллиону есть у Могилевщины и Ветебщины. К планке в 900 тысяч стремится Гомельская область. В стране остается убрать около 3% площадей. Исходя из предварительных итогов, можно говорить, что сельскохозяйственный год удался.